Здравствуйте! Это наш Новосибирский диалог и я Вячеслав Горчаков. В конце апреля в Новосибирске обсудят будущие улицы Ленина. Мозговой штурм устроят авторитетные эксперты. Как это будет выглядеть, кто сможет поучаствовать и какие уже предложенные ранее идеи выглядят самыми перспективными. Об этом говорим с менеджером Сибирского центра событий Евгенией Макаровой. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Далеко не первый раз обсуждают в Новосибирске, что же делать с улицей Ленина. И вот сейчас новое обсуждение будет. Чем оно принципиально отличается от того, что уже было? Принципиально отличается очень многими. Например, желание муниципалитета сделать более комфортную городскую среду. Желание горожан участвовать в этом процессе. И желание бизнеса участвовать в этом процессе. И влиять, и благоустраивать город, в котором они базируются. Поэтому очень разные интересы представлены сейчас. И очень много людей, горожан хотят, чтобы улица Ленина, как пример, была более комфортной для горожан. И что это будет за мероприятие? Ты понимаешь, что это какой-то мозговой штурм своего рода, да? Да, 24-25 числа будет воркшоп или проектный семинар. Будет эксперт из Германии, двое из Иркутска, один из Омска. Все специалисты и преподаватель из Ангуади имени Кричкова. Все так или иначе специализируются на пешеходных пространствах, на работе с горожанами, на вовлечении горожан и бизнеса в развитие городской среды. Проектные предложения о том, как может выглядеть улица Ленина с точки зрения транспорта, если она пешеходная, да? С точки зрения бизнес-активности, сценариев для разных сообществ и идентичности или дизайн-кода. То есть проект БАЛ будут все-таки эксперты, но общественники, какие-то горожане заинтересованные могут поучаствовать, да? А как это сделать? Поучаствовать очень просто. На официальном сайте проекта можно найти подробную информацию, ссылку на форму регистрации, где мы просим буквально указать, почему люди хотят участвовать. Мы отберем 30 желающих, потому что лимит воркшопа ограничен. По итогам воркшопа в среду, 26 числа, в 4 часа, место пока, правда, уточняем, приглашаем всех желающих ознакомиться с результатами воркшопа и дать свою обратную связь, и в том числе сказать о том, что участники могли упустить или, например, что они сделали очень здорово. Что потом? На этой основе кидопроекта будут разрабатываться реально? Да. Те рекомендации, которые мы получаем от горожан на воркшопе, мы передаем группе проектировщиков, которые с учетом мнения горожан предлагают, разрабатывают проект. Очень много звучало разных идей, что же делать с улицей Ленина. А какие идеи, кажется, вам наиболее интересны, наиболее жизнеспособны в этом плане? Наверное, пока для меня наиболее интересное решение, когда улица Ленина становится полностью пешеходной, там учтены потребности всех горожан, в том числе автомобилистов, потому что действительно, перекрыв улицу Ленина, мы получим очень сложную ситуацию для них. Но мы можем, например, оставить одну полосу, сделать для проезда, для транзитного, сделать небольшие карманы для парковки. При этом мы получаем дополнительное пространство для организации велосипедного движения, более комфортного пешеходного движения. Как вы думаете, почему такое стремление именно пешеходную зону сделать в Новосибирске? Пусть не улицу Ленина, но вот где-то, чтобы она у нас была. Что это дает? Мне кажется, просто горожане соскучились по городу, потому что мы все время смотрим на него или из окна офиса, дома, или автомобиля. Или сквозь машины, да? Да. И, наконец-то, горожане захотели выйти на улицу и гулять, и смотреть на город, встречаться там с друзьями. И это здорово. Просто на данный момент улица Ленина действительно наиболее потенциальна, потому что она в европейском смысле имеет сложившуюся структуру, четкую улицы, да. А уже сейчас там максимально задействованы первые этажи. Вот. Она максимально динамична, и это естественное продолжение, как бы, ее развития. Многие говорят, ну что тут смотреть? У нас же не Москва, у нас нет архитектуры, пусть ездят машины. Это неправда. У нас потрясающая архитектура, просто мы не... Почему-то ее не любим. Ведь сюда... Те туристы, которые едут сюда, они едут за архитектурой нашей авангардной, советской. У нас очень много интересных зданий. Конечно, они, может быть, немного в плохом состоянии. Их нужно просто привести в соответствующий вид. Зачастую мы просто не знаем, где они находятся, и, возможно, нужен просто путеводитель по ним. Поэтому это неправда, у нас замечательная архитектура. Может быть, иногда просто из машины нужно выйти, и тогда более заметно станет это. Спасибо за интервью. А я напомню о будущем улице Ленина и о том, как на него можно повлиять, мы говорили с менеджером Сибирского центра событий Евгенией Макаровой. Это был наш «Новосибирский диалог». Удачи!